всем привет и слава Украине передача новостей с Кавказа продолжается с вами я Гелла Басадзе и сегодня традиционно хорошо знакомый мужа и любимого нами Иракли Табряшвили приветствую Иракли приветствую спасибо Иракли ну что со временем вечера когда мы подводили итоги выборов когда даже техника у тебя не выдержала такой наглости которая была у грузинской мечты прошло несколько дней как настроение хочу спросить 26 числа вечером подночь скажем так в 11 пол 12-12 у меня плохое слишком было настроение 27 числа если честно с утра у меня было ужасное настроение но 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 уже вот последующий низ 28-го условно да я оценив ситуацию сказал себе что монетное дело что произошло насколько я понимаю насколько я оцениваю не совсем уж хорошее это мягко сказано ну катастрофа но с другой стороны так как на все сто уже можно сказать что эти выборы они украдены они фальсифицированы и украдены уже у меня настройство условно 28-го числа у меня более или менее уравновешенный у меня не совсем уж пессимизм и не совсем уж оптимизм я я готов дополнительно возможно громкословно сказано что бороться но доказывать что что не совсем уж так как представляет эта грузинская тире русская мечта и мы должны продолжать этот марафон а не спринт и добиваться независимости Грузии даже можно сказать так нет добиваться того что что не нравится России и в этом смысле если я оцениваю смотрю на себя на со стороны да у меня более оптимистический настрой уже сегодня смотри значит фразы знаешь какая фраза меня больше всего что называется когда говорят что я слышал от многих я сейчас я отдельно об этом потом поговорю кто когда на выборах когда говорят на выборах в Грузии победила грузинская мечта или еще на выборах в Грузии победила Россия безусловно потому что это же это же одна из операций гибридной войны России которую она проводит с начала 90-х понятное дело что с начала 21-го века особенно с 10-х нашего века технологии интернет промевает промевание мозгов разными другими или разными современными методами это Россия удвоила или усилила но Россия проводит всех против всех и в том числе и в Грузии грузинской государственности гибридную операцию и она выиграла не войну это я вчера сказал своим нашим украинским друзьям она выиграла не войну а одну борьбу одну операцию но эта война не закончена и пока жив человек и пока он дееспособен патриот Грузии я себя причисляю к этой группе мы продолжаем представь себе Гела в начале вот я вспомнил позавчера или в прошлый раз в начале 90-х нет под конец 80-х допустим в 89-м году 9-го апреля никто не никто не мог даже помечтать о том что через полтора года октября месяца 28-го у нас пройдут дескать свободные выборы и выиграет выборы оппозиционная партия или альянс тогда президент Капсахурдия круглый стол да в 89-м году 9-го апреля 10-го апреля когда были арестованы все лидеры это не было представьте это было невозможно причем в октябре месяце того же года 89-го у нас произошла трагедия 13-го октября я абсолютно уверен что убили Мираба Кустава неоднозначно тогда не слышно однозначно убили конечно однозначно убили да ну там трагедия автоавария понятно формальные формальные факты что говорят это другое но на самом деле его убили убили не грузины а убили из России российские спецслужбы и тогда эта трагедия была и никто не мог не мог представить что 89-й год 13 октября через ровно годы две недели с 13-го по 28-й две недели да ну 15-й у нас пройдут выборы и грузия это продолжается эта динамика и если посмотреть вот таким таким ракурсом на то что произошло 26-го октября мы должны не то что надеяться но мы должны знать что условно через полтора года или через год или через два года да по миру и по Грузии в обязательном порядке произойдет то что не ожидается или не предвидится сегодня какое у нас число сейчас да не предвидится и допустим да допустим какую-нибудь ошибку сама лично Иваричвили и его банда команда этой грузинской и российской мечты или Россия проиграет вот и начинает свою передачу слава Украине такими словами или Россия начнет проигрывать допустим в Украине или допустим на на части Украины имеется ввиду Крым из Черноморской Черное море да у нее там и так и не ладно но более большая будет катастрофа и Черноморский допустим российский флот абсолютно будет разрушен то есть что-то произойдет или допустим давай нет у нас только времени да что придумают Соединенные Штаты и коллективный Запад против против режима Иванишвили никто не знает это будет комиссия или нелегитимный на нелегитимный статус выйдет или нет на правительство сегодняшней Грузии а вот очерки или контуры того что Запад коллективный за Евросоюз там Соединенные Штаты и так далее они будут пущенки или давить на режим Иванишвили и возможно его даже объявят нелегитимным режимом да контуры этого положения уже появились поэтому у меня понятно дело что 26 у меня был пессимизм но с 28 условно у меня оптимизм я говорю себе и зрителям своим и тебе и своим зрителям что не совсем уж плохо товарищи все все только начинается и это процесс вот это тоже я хочу сказать хотел сказать и скажу что вот когда на моих моих блогах я до выборов затрагивал речь говорил о выборах я все время старался во всяком случае подчеркнуть что ни один только 26 число ни один только этот день решает многое да возможно многое решает но не до конца решает мы должны понять что это процесс который продлевается 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 вся динамика и когда я допустим сегодня я говорю себе или зрителям своим что это закончится под конец этого года в декабре это тоже я ошибаюсь потому что никто не знает что будет уже с декабря месяца с января месяца это процесс и благ конец этого процесса я уверен настанет для всех нас ты знаешь я когда тебя слышал я часто это повторяю мы все знаем что у Грузии великое прошлое мы надеемся и уверены в том что у Грузии великое будущее проблема в том какой у нас настоящий это главная проблема и вот что касается настоящего здесь и сейчас конечно вот ключевой вопрос ты уже его затронул это вопрос о том признает ли запад результаты выборов как ты думаешь от чего это потому что наши соседние страны и не только соседние страны уже и Объединенные Арабские Эмираты признали уже выборы я понимаю соседние страны я понимаю почему Армения Азербайджан Турция признали результаты выборов потому что с этой властью им работать если что и тут нужна стабильность я понимаю почему были прекрасные возгласы из Москвы радостные возгласы из Москвы так сказать вот то что Москва радуется это очень хороший показатель но это показатель кто понимает да а теперь вопрос а почему запад должен не признать результаты выборов ну и что да нас кинули но кинули же нас я отвечу во первых то что соседние страны Турции Азербайджан Армения признали результаты выборов это очень интересно и очень значимо но это это очень важно но но легитимация со стороны Саудовской Аравии или Азербайджана грузинских сегодняшних де-факто все так так скажу Эмиратов Саудитов не признали Эмиратов Саудитов тоже признали Эмиратов извини ладно аговор это важно но это это отнюдь не признание со стороны западных стран легитимация со стороны Евросоюза стран со стран Евросоюза и со Соединенных Штатов из-за океанской другого государства Канады для грузинской мечты очень важно от чего зависит будущая тактика или стратегия скорее всего западных стран как зрителю известно наши неправительственные организации подают и подают собирают и собирают а потом уже собираются подать и подавать и подавать иски международные организации и возможно мы все выйдем на во всяком случае такие сигналы Соединенных Штатов есть на какую-то комиссию которая будет расследовать или исследовать как проводились выборы Грузии возможно я не на все сто могу это обещать но такие сигналы сигналы уже появились и что скажет в случае такой комиссии что же скажет эта комиссия или даже что скажут вот эти международные наблюдатели организации ОБС и ОДИР или другие у которых не было кстати первые заявления не совсем уж про грузиногосударственные и они все-таки взвешенные были ну это одно дело заявления а другое документ который я не дал сны опубликовать уже на днях первоначальные а потом уже окончательные то что скажут вот эти организации никто не знает и в случае если международное сообщество скажет что мол товарищи это не свободные это не прозрачные это не свободные прозрачные или это свободные прозрачные выборы стало быть это выбор нелегитим и власти которые пришли охватили или захватили Грузию после таких так называемых выборов стало быть не являются легитим кстати действия исчезти до этой комиссии до работы до начала до начала этой комиссии или документа международных организаций и действия Канады подталкивают на мысль что коллективный запад будет слишком строгим и почему если такие выборы проводить условно в Таджикистане вот какие были у нас 26 такими такие выборы при всем уважении к Таджикистану при всем уважении к Таджикистану но у Грузии как у страны которая 20 лет тому назад была называлась факелом демократии я правильно перевожу да 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 при Саакашвили такие стандарты выборы такого стандарта они катаются потому что у нас не прогресс а регресс получается и у нас другие стандарты для нас другие стандарты не говоря уже о том что Грузия должна стать союзом со членом Евросоюза и не говоря уже о том что Евросоюз больше активен в этом плане нежели чем правительство так называемое правительство Грузии еще я что-то хотел сказать так что в случае если не да очень интересно вот что я хотел сказать в заявлении канадского правительства было одно предложение что они канадцы обратятся к J7 великолепная семерка Юл Бринер Крис Винни Ли и другие то есть великолепная семерка стран мира всего и великолепная семерка то есть J7 они обработают свою независимую политику отношения к этим грузинским выборам грузинскому правительству а представьте себе это не J27 а представьте себе что семерка говорит что нелегитимные эти выборы и что доказывает грузинское правительство которой нужна вот это кстати кстати продлился мой ответ ты меня изведи я вчера буквально наоборот очень интересно спасибо кстати буквально вчера у меня были дебаты off the record дебаты с одним из интересных гражданин Грузии который мне сказал что учитывая то что грузинской мечте нужна легитимация со стороны запада Евросоюза Соединенных Штатов она не будет не то что будет тормозить она пойдет на определенные уступки я поспорил с ним ну до того пока это объяснено в чем я поспорил я объясню что он имел ввиду он сказал что грузинская мечта упразднит закон о иноагентах другие еще какие-то законы пророссийские прорусские кошумственные катастрофичные и все будет доказывать постарается доказать западу что она она уже учла рекомендации со стороны со стороны западных стран и если условно Евросоюз или страны Евросоюза признают признают результаты выборов и поздравят это тоже немаловажно Кобахидзе или Иваришвили с этими результатами с этими выборами с победой тогда она пойдет на определенные уступки я оспорил я попробовал во всяком случае на офф-зи-рекорд встрече умный человек с кем я спорил я сказал что доверие на уровне нуля грузинского правительства так не делается международных правов международной политики что ради того чтобы выиграть выборы ты делаешь принимаешь один закон вдруг потом выигрываешь формально или неформально потом упраздняешь потом ты делаешь выдох или вздох не имеет значения что скажем потом уже через определенное время ты начинаешь сгореть и сакартфелу или принимаешь заново закон о иноагентах потом у тебя фущик потом ты застигаешь свои конкретные цели это невозможно доверие Иванищвили на западе это не 16 не 17 не 20 даже год когда когда кто-то в Евросоюзе говорил что товарищи давайте он балансирует политику поймем его и так далее он все красные линии перешагнул перешел и поэтому я полагаю что и этот регион и в том числе и регион кавказский регион имеется в виду черноморский кавказский регион очень важен особенно Соединенным Штатам ну западу и конкретно Соединенным Штатам сейчас мы не переходим автоматично на права проблемы или на на вопросы Ближнего Востока но Иран Израиль Грузия Грузия в Азиане многое тут так на Грузию на 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 Россию не отдадут а если грузинская мечта российская мечта тогда понятно дело что она упрямая понятно дело что она не что упрямая она российская но запад не совсем уж легко так выйдет из региона как в свое время допустив ошибку запад ушел с абсолютного востока так выражу своего позволения я имею ввиду Афганистан Ираклий понимаю в чем дело я бы хотел бы все это разделять я с тобой частично согласен но частично я с тобой все-таки подискутирую ну во-первых я во-первых я считаю что большая трагедия для Грузии заключается в том что нас называли факелом светочем демократии когда мы таковыми не не являлись тогда можно было необходимо было действительно и тогда были и аргументы и все и тогда ну пошло бы тогда правительство на очень многие демократические реформы если бы тогда была бы в этом заинтересованность нет да я согласен с одной стороны я тоже хочу поспорить но это 2005 год в 2003 году произошла эволюция Рос это 2005 год когда президент Буш называет Грузию факелом демократии он безусловно не знает что произойдет в Грузии с 5 ну с 6 года скажем так он не знает и не мог знать предварительно не мог что произойдет в Грузии с 6 года допустим про нарушение прав человека там и так далее и так прямейшие имеются в 5 году реформированная революционная постреволюционная Грузия казалась западу что она вот эти реформы и реформы не то что инфраструктурные или институциональные да а реформу по демократии она продолжит на плохо плохо наоборот подействовала вот эта похвала на Саакашвили ну это с 6 после визита президента Буша поэтому я согласен что не надо преждевременно оценивать режим правительства и называть страны которые все таки гибридные демократии и постсоветские страны вот так вслух и так громкословно говорить о них что они мол держат факел демократии я согласен но свое оправдание у Белого дома тоже есть они стимулировали нас они поддерживали нас они говорили что вы держа держа в своей правой руке факел вы должны быть локомотивом для или примером для других стран и Армения та же самая или другие страны постсоветского страны должны подражать и завтра послезавтра я в Украине или Молдове или Таджикистан условно кстати ты знаешь Иракли знаешь Мэтт Брайза у меня вот здесь передачи сказал что мы тогда думали что вы будете примером Мэтт Брайза мы тогда думали что вы будете примером для арабских стран почему для арабских я не понял но думали так возможно потому что после эволюции роста и знаешь лучше меня и Мэтт Брайза скорее всего знает лучше нас всех они произошли вот проходили вот эти цветные я подогаю что все-таки не не удачные революции в некоторых арабских странах но это потом уже было это потом уже было и потому а Мэтт Брайза или в лице или уставе Мэтта Брайза статы им говорили что мол товарищи подражайте Грузии но с 6-го года особенно и это кажется что Саакашвили вот правил страной очень долго да 9 лет тогда во всяком случае казалось и на самом деле это 10-летний или 9-летний период немалый период не краткий но представьте себе вот с 6-го года по 8-й год у нас была катастрофа особенно во правах человека в 8-м году у нас война и с 8-го года по 12-й у Саакашвили как минимум человечески его можно понять да у него со психологией человек который побеждал всегда у него абсолютный свал провал потому что он тоже самолично не смог выйти из того психологического нажима который естественно появился у него после проигранной войны так что да он держался скажем так на вид но с другой стороны это была 8-й год август месяц была для грузинского государства для тебя был шок для всех нас был шок слушай Иракли вот я интересную мысль сейчас поймал что произошло в 2006 году в 2006 году Россия начала активную фазу гибридной войны против Руси активную именно с 2006 года до этого они на нас давили они все-таки у них была какая-то надежда на то что они додавят Саакашвили после 2006 вот осень 2006 года была переломной они с этого момента и с этого момента здесь начинается закручивание гаев и пошел как в русском есть хорошее выражение то есть опять вот это чертово колесо прокрутилось ага а в 2008 году приходит Обама приходит демократическая администрация если у нас раньше было два человека только два человека в администрации США нас поддерживали но это были вице-президент Девчени и президент Джордж Муш кстати Гейтс и Кандализа Рес нас не поддерживали нет не поддерживали согласен 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 я просто в своем уме посравнил Гейтса и Кандализу с администрацией Обама и вдруг у меня эта Кандализа соскучилась погандалить еще раз хочу выразить его поддержку в связи с той трагедией которая произошла тот же Богов был министром по евроинтеграции ну когда министром обороны то даже Тлина Хидашелли ну понятно что Тлина Хидашелли это ну никак не Россия а потом мы пришли к тому к чему мы пришли сейчас вымывался 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 этот западный сектор и вымывался окончательно и вот сейчас с точки зрения реал политик почему бы западу не признать эти выборы ну в конечном итоге ну будем мы просто запад если признает эти выборы он скажет Грузия не с нами она не часть нашего мира китайцы там строят какой-то мир русские там строят свой русский мир ну кто-то там отвечу с твоего позволения потому что много интересных вопросов тем ты затрогал в первую очередь насчет администрации с 6-го года да а ты не допускаешь что вот эту гибридную операцию которую начала активную фазу гибридной операции против Грузии которую начала Россия она начала из-за мести или по-другому скажем именно потому что именно потому что годом раньше в пятом году Буш назвал Грузию демократ факел демократ и Россия Кремль или ФСБ или оба структуры да прекрасно поняли что пример Грузии цветных революций например вот это будет распространяться условно по бывшему Советскому Союзу да не только но на Ближнем Востоке что касается Обама в восьмом году в январе ноябре месяце он выигрывает в январе двадцатого двадцатого двадцать первого он входит в кабинет в овальный и уже в марте он делает перезагрузку ты представь себе в Женеве в Швейцарии государственный министр государственный секретарь Хиллари Клинтон и господин неуважаемый Калантаров Лавров они делают перезагрузку это когда это тогда когда всем известно и во всяком случае у нас такой стереотип или всем известно что первый первый год как минимум сто дней ничего во всяком случае во внешней политике такие резкие резкие шаги не предпринимает особенно Соединенные Штаты через полтора месяца после прихода в овальный кабинет Обама делает и это было поощрение реально перезагрузив в восьмом году девятом году с Россией отношения это и дала России повод подготовиться к Крыму как минимум а Крым это подготовка к двадцать второму году то есть у нас вот такая троица да восьмой четырнадцатый и двадцать второй год Запад тоже допускал ошибки тоже не да Россия допускала преступления а Запада да в этом мысли почему бы не признать эти выборы грузинские я на этот вопрос на этот вопрос отвечу но изначально я скажу что электоральная революция двенадцатого года на самом деле это была электоральной революцией по той причине что Грузия которая с девяностых власть переходили или переходила путем путем переворота девяностые годы или путем революции я не знаю как перевести с русского с грузинского на русский не то что важно не только менять власть арамартоцвлили но ицвали баду поменять менять сменяемость чтобы была власти да была сменяемость власти да именно да и если о электоральной революции давайте честно скажем Сибехов это электоральная революция невзирая на гибридную войну и катастрофе очень сильную атаку против Грузии со стороны ФСБ эта электоральная революция прошла или была и на выборах 24-го года то и 26-го октября но в отличие от 12-го года когда страной правили так не скажи политики во главе Саакашвили плохие для многих люди которые нарушали права человека на самом деле нарушали права человека но они были идентичны политике которые какую-то конъюнктуру или какие-то права политики какие-то рамки политики каких-то рамках они действовали конъюнктуру для меня для меня не важны почему бы не признать ты меня извини я кашля почему бы не признать эти выборы запад признает давайте я по другому отвечу запад признает в случае если достаточное количество доказательств что Грузия Грузии были сфальсифицированы выборы оппозиционные партии и неправительственные организации которые наблюдали были наблюдателями на выборах эти вот эти доказательства не предстают международным организациям но даже если представит извини признает запад выборы результаты выборов 26 октября и даже если рукопожатным что невозможно но и тем не менее рукопожатным будет станет Кобахидзе или самолично Иванишвили это невозможно это но с другой стороны я так так отвечаю это не значит что запад поменяет принципиальный подход к Грузии а принципиальным подходом под Грузией для Грузии запада является то что Грузия должна быть не только демократии я очень странное слово сейчас скажу но и Грузия должна быть анти или фронтлайн кантри где имеется ввиду конвенционная война против этой России потому что Украина она конвенциональная война против России и на постсоветском пространстве должны быть другие страны как минимум одна две которые должны держать не факел а уже флаг свободы антироссийский флаг демократический и антироссийский это всегда не совсем одно и то же Молдова держит с одной стороны этот флаг но я не знаю что произойдет и никто не знает что произойдет на днях на ближайшем будущем имеется ввиду второй тур президентских выборов и кто-то должен а кто должен держать этот флаг кто кроме как грузии грузинов грузинского населения то есть Иванищвили даже признают но постепенно постепенно не признают рукопожатым не будет но если даже будет у нас все пойдет ладно по той причине что это же это же часть геополитики украсть для западу грузия нужна и вам нужна не совсем хорошее слово партнерам нужна и в вопросе Ближнего Востока постсоветского пространства Украины и так далее и так далее но волеизъявления грузинского народа волеизъявления и стойкость грузинского народа это не второстепенный вопрос вот мы с тобой тоже рассуждали встали до выборов станет ли Иванищвили вторым Мадуро грузинская мечта в случае проигрыша она сохранит или нет власть давай ломали голову по этому вопросу невозможно было по большому счету стать вторым Мадуро по той причине по разной причинам но одна из причин то что в отличие от Венесуэлы Грузии все-таки проамериканские про западные настрой да и вот эти выборы тоже доказали что у нас электоральная революция произошла и так далее но на самом деле смотря кадры или обращая внимание на факты да с вами если грузинская мечта правительства Грузии де-факто она сфальсифицировала условно 300 тысяч голосов невозможно взять 300 тысяч кадров видеокадров но есть определенное количество условно процентов два три и опираясь на если у нас есть сколько получается один тысяч факт насчет фальсификации выборов это доказывает что остальные 299 тысяч голосов были украдены в прямом смысле украдены я не 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 мне не нравится что на этнические меньшинства некоторые наши коллеги друзья особое внимание уделяют тому что это произошло в основном в регионах этнических меньшинств я думаю что это тоже Россия может я скажу это отдельная тема я скажу обязательно про этнические меньшинства извините мне это не нравится я подчеркиваю мою позицию но с другой стороны мне не нравится и по той причине что гораздо больше грузинов отдали грузинской мечте свои голоса чем этнические меньшинства армяне или азербайджан но это другой третий или шестой вопрос мне это неравен но важно понять что Грузия грузинское население электорат все-таки эволюционный электоральный революционный путем пошел а может грузинская мечта наталкивает нас на революцию я мест этого слова революции наталкивает я не знаю я знаю одно что в любом случае Грузия невозможно чтобы Грузия не была грамотным государством а при грузинской мечте это невозможно потому что давить с чего начал с чего оканчиваю начал с обама оканчиваю кубахинзе или этого самого а слушай ты знаешь что очень интересно мы с тобой хронологию такую сделали 1990 год свободные выборы в Грузии правда свободные ну еще сейчас мы же знаем 1991 1992 год ну вот путь военный переворот 2003 год революция революция рост 2012 год электоральная революция а вот по поводу 2024 года я бы назвал бы это электоральной контрреволюцией потому что смотри простой вопрос простой вопрос я политики мы еще вернемся обязательно почему всегда на выборах 3-5 процентов фальсифицировались всегда почему 3-5 процентов фальсификации можно а 12 или 15 процентов нельзя вот логичный вопрос и к сожалению на этот вопрос у меня есть ответ потому что 3-5 процентов результат не влияло кардинальным образом а это повлияло кардинальным образом то есть даже если бы там что-то то не получила бы не получила бы мечта только на большинство которое у него было позапрошлом парламенте не получила или еще что-то а сейчас сейчас я думаю что они просто ошиблись в том что они не думали что люди и самое главное смотри мы я все время в передачах и ты в своих блогах все время говорили о чем мы больше всего беспокоились придет ли народ и скажет ли что а народ пришел а народ пришел вот что самое главное и когда мне говорят что Грузия выбрала Россию или Грузия выбрала это оскорбляет его интеллект и то есть у меня к народу претензий на этих выборах нет согласен и не должно быть и в этой ситуации тебе не кажется что если сейчас опять все признают а могут признать давай прямо скажем с точки зрения реал политика то это очень сильно подорвет вообще доверие вот к институту выборов в Грузии ну я пошел я отстоял ты первым был не первым третьим да ты сказал или вторым я пошел днем и отстоял 45 минут но ведь ну я то еще политически скажем так активный да а там были люди которые вообще пошли на выборы первый раз после 12 года рядом со мной стояли в следующий раз я не приду я на все сто можно предугадать что прогнозировать что в случае если если запад признает эти результаты этих выборов и поздравит грузинской мечте и так продолжит отношения совсем уж полноценные но хотя бы какие-то отношения с грузинской мечтой фрустрация для избирателя для обывателя избирателя конечно же она станет вот этот период или она или период фрустрации да разочарование конечно же будет мы приходим на выборы мы голосуем против властей грузинской мечты на данном и как кто-то крадет наши голоса или наш да голоса скорее всего и наш вердикт по-другому пишет в какой-то программе экселовской цифры и сохраняет власть причем не плохая западная западная прозападная партия плохая абсолютно русская русская пророссийская партия и кто-то из запада этой партии лидером этой партии лидером этой партии признает да и говорит что все было окей так что фрустрация в этом случае конечно же неизбежна апатия фрустрация разочарование я абсолютно надеюсь что не политические лидеры дипломаты политические лидеры высшего высшего света высшей команды лиги условно байден блинкен или урсула форде лайн или шольц но команды не стафферы совсем но команды которые работают над этим подготавливают вопросы для этих лидеров они учтут и рекомендациям они учтут и это они скажут своим лидерам президентам канцлерам министрам иностранных дел что не признавать не признавать результаты этих выборов нужны не только для того чтобы не только потому что это эти выборы были сфальсифицированы но и потому что если мы признаем запад западные страны и пространство запада для грузин станет абсолютно чужим не своим точнее они разочаруются в нас и тоже скорее всего один из аргументов в том плане что эти выборы не будут признаны и если даже будут признаны скорее всего запад сделает такие заявления возможно в случае признания что да мы в кавычках вынуждены признать результаты выбора по той причине что не были доказаны факты с фальсификацией по разным причинам но это была гибридная операция против Грузии с чего мы начали свою беседу и мы скорее всего подражая или пойдем тактикой связи Канады и не то что рукопожатным не будет правительства Грузии ну абсолютно порываем отношения с этой с этой с этой бандой это проблема для грузинской мечты тоже потому что вопрос она вроде получила новый мандат легитимации но с другой стороны если кто-то не входит оппозиция не собирается войти в парламент сегодняшняя оппозиция кто-то не входит однопартийный парламент достается недовольство в соцсетях или на улице возрастает и запад говорит что мы с тобой закончили абсолютно все отношения не то что финансовые не перечисляем там 20 миллионов по какому-то проекту да вообще заканчиваем тогда грузин заканчиваем и помимо этого мегубар акты картрели халхис акты и так далее какие-то санкции скорее всего появится самоперсональные неперсональные возможно для общества это тоже скрупулезно надо делать я имею ввиду безвизовое становление безвизового режима для населения Грузии для населения будет а недовольство будет скорее всего многое будет и тогда грузинская мечта должна абсолютно она и так пророссийская прорусская но абсолютно вот этот штурвал взять на Россию и что в этом случае я все-таки могу сказать так не то что надеюсь я абсолютно уверен что даже те которые по разным для меня непонятным причинам голосовали сегодня за мечту почему я так и не понял даже те тогда уйдут на улицу что в чем выражается взятие курса то есть что я хочу сказать вот они сфальсифицировали там они получили официально миллион сто тысяч а то и двести сфальсифицировали и они там условно триста четыреста тысяч голосов приписали себе те семьсот тысяч которые и так голосовали за грузинскую мечту объективно существуют в нашем пространстве на нашем обществе вот из тех семиста тысяч которые объективно голосовали за мечту ну порядка десять процентов семьдесят ладно пять процентов 35 тысяч выйдут на улицу если штурвал или капитан этой команды Иванишвили ну скажет что давайте ребята покончим с Евросоюзом с НАТО с ШМАТО с Западом и так далее мы остановимся к Кавказским Беларусь так что динамики это один из прогнозов это одна из версий я не могу сказать что это обязательно в Баянке так произойдет но я это к чему веду потому к тому веду что это все динамика и какие никто не себе представить не мог что кто-то осмелится и в городе горе не имеет значения пространство город но горе это делалось это заявление кто-то скажет при аудитории нам 3-10 тысяч 15 тысяч поддерживающих что Грузия должна извиниться это не никто не знает Иванишвили кто скажет что скажет завтра потому что да если кто-то до горского митинга в горе кто-то бы мне сказал что кто-то Иванишвили даже Иванишвили извиниться перед русскими я бы насмеялся над человеком кто это сказал что предугадал или прогнозировал но это произошло я не знаю условно 5-го на января что скажет его речью а может он скажет что он в ДКБ или в БРИКС почему нет почему нет ну РИКС мало поймут в ДКБ в СНГ возвращаемся а может он скажет что вот те остатки американских войск которые остались в Грузии в Азиане они должны убраться или может сказать что вот условно у нас примерно 800 миллионов лари 1 миллиард для вооруженных сил Грузии а нахер нам нужны вооруженные силы мы не воюем против кого-то поэтому упраздняем ты представь 330 тысяч военнослужителей которые они же плохое слово я чуть не блядь что там время чуть не начал насилить ахериться слушай ну и я с тобой согласен абсолютно и ну у нас остается не так много времени я хотел бы вот ты затронул вопрос геополитики давай про геополитику поговорим потому что ну вот опять-таки давай крупными мазками в чем была цель России все эти годы начиная с 90-х где была заноза извините в заднице России в виде нас она была в том что мы осуществляли региональные проекты во вход в Россию нефтепровод Баку Двилиси Джейхан южнокавказские газопроводы и даже не поддержанное западом Баку Двилиси Канц это были все праздники в обход России и эта Россия воспринималась как личное оскорбление мало того личное оскорбление они потеряли в общем-то и возникла реальная угроза того что через Азербайджанную Грузию пойдет дальше и Центральная Азия прицепится конечно же все это все это было и сейчас Россия может получить геополитический приз не она эти проекты не сможет упразднить в виде контроля над этими проектами вот в Грузии а вот теперь ребята со мной разговаривайте и вот этот момент я не думаю что это очень сильно вот может быть я не прав дай бог я не думаю что это очень сильно беспокоит запад к сожалению если бы беспокоило они бы до этого бы сделали вязкие движения сейчас уже мы пришли к тому что геополитические последствия еще раз говорю мало того что у нас ментальные последствия от этих выборов будут очень тяжелыми но и геополитические последствия они будут еще тяжелее то есть фактически получается что перечеркивается 30-летний путь Грузии вот это меня больше всего бесит честно говоря 30 лет мы сдираем кожу смогли вырваться да в 90-х когда вот эти перечисленные тобою проекты потом уже 21 веке 21 век 2000 Эльзерум и начало этого Эльзерума в 90-х это все делалось при Шеварднадзе при Миши и так далее и так далее Шеварднадзе допустим это делал очень то что не только грамотно но и очень технично очень дипломатично порой я читал что он порой даже не высечивался он используя хорошее понятие этого слова Сулеймана Дамирели или Танцур Чиллер или других политиков тогдашней Турции он Западу Соединенным Штатам доказывал важность того же самого проекта Баку Чирихан Баку и вот эти ресурсы этого коридора очень важны у всех своя геополитическая игра и Китай для Китая тоже этот коридор очень важен но эти вот сильные игроки всего мира но маленькая крохотная страна Грузия что и позволяет то есть возможно она она и так маленькая крохотная но у нее тоже есть свое волеизъявление своя политика не учитывать свою эту политику хоть и маленькой страны крохотной страны Грузии невозможно всем то есть это же не это же Грузия маленькая страна но без суверенитета унижая оскорбляя суверенитет одной страны сильные сего мира не смогут провести политику без страны против Грузии Азербайджана того же самого или других стран в том-то и дело что надо усиливаться в стране и в 90-х прошлого столетия Грузия начиная эти проекты региональные проекты усиливалась как государство было очень много проблем но динамика была во время Шушкевича другое абсолютно я скажу Беларусь катастрофичная по демократии страна сегодня то Лукашенко имеется ввиду и во время Шушкевича она была не похожа на страну но во время Лукашенко она идет динамикой ниже низкой низкой траектории во время Шушкевича хоть держалась на каком-то уровне почему я должен был слонить Шушкевича я не знаю что делает грузинское правительство сегодняшнее в отличие от Шеварднадзе в отличие от Саакашвили она много проблем ну она является страной правительством которое действует ниже травы тиши воды и вот эта политика кенгуру или как этого Сирокля Страуса она погубочна для нас по той причине что это все и так произойдет давайте так объясним нашим зрителям и если ты страус или если ты действуешь как действует ниже травы тиши воды тебя в любом не учтут твои интересы и в любом случае тебя раздают сильные мира сегодня я не думаю что это так произойдет я думаю что рано или поздно больше чем раньше рано или чем поздно это все изменится то есть внешняя или внутренняя внешняя и внутренняя политика Грузии но до этого надо держаться вот в отличие от Белоруссии упомянутой мной я думаю я думаю что грузинское общество найдет ресурс в себе переломить авторитара русского авторитара Иваричвили и отмещение Белоруссии нам помогут я надеюсь но это с другой стороны кто-то мне скажет что у тебя говорит оптимизм зря или ты не заканчиваешь а что делать не заканчиваешь со своим оптимизмом что делать заканчиваешь что Грузия важный для сильных мира сил не только по последнему коридору но и по разным другим геополитическим гестратегическим ракурсам были вопросы если неадекватны в Азиане делают гражданский аэропорт чтобы выкурить центр НАТО да и хотят выдворить центр НАТО и в Азиане делают строят хотят построить этот стадион Сантьяго Бернабеу да хорошо что ты не сказал Кап Ноу хорошо что ты не сказал Кап Ноу как только может быть Сантьяго Бернабеу в Азиане Кап Ноу нет да я не знаю даже кто позволит по идее кто позволит это же стратегический тот тот это стратегическое это пространство в Азиане это ты представь себе я читал в Азиане площадью в несколько раз больше чем военная будущая база в Румынии которую устроят сейчас несколько раз по площади имеется по ресурсам и и этот в Азиане включая аэродром очень много важен для Запада в адекватных условиях да для уже второй или третий раз я созрагиваю этот ракурс для Ближнего Востока савтра послезавтра ну я не знаю к кому я обращаюсь да савтра у порога создание ядерной бомбы Иран и это не совсем уж легко переварить коллективному Западу но у Запада тоже свои проблемы если честно и сейчас уже если об этом да с чем я с тобой согласен и раз вы знаешь вот мне сейчас один мой друг кстати написал вчера Гела я вот смотрю твои передачи и думаю ну почему нет больше оптимизма больше оптимизма почему вот вот с кем ты не разговариваешь после выборов оптимизм вы не излучаете Гела секундочку можно секундочку можно я же фамилии не знаю твоего друга Иракле да вот я обращаюсь к нему нет пессимизма у нас нет у Иракли мой тезка мы объективно оцениваем с другой стороны мы не создаем это скорее всего была нашей ошибкой какие-то предварительные ожидания что в любом случае это будет окей в любом случае это будет хорошо да прекрасно на все сто но у нас есть оптимизм у меня и у Гела и у грузинского общества пока я жив не о себе не о себе я имею пока общество живо общество живо до этого движение и движение чем о терге да или о чем чавазе говорил да надо двигаться двигаться проигрывать хотя бы когда-то выигрывать и иметь положительные или отрицательные эмоции это же все все это динамика это такова жизнь Барселона проигрывает во время Гвардиолы она проигрывала она выигрывала из 10 матча в 9 8 одну нынешнюю была с Реалом условно да и ну один матч она проигрывала с Сити допустим с другой команд на между мы мы не Барселона я согласен но как бы то ни было знаешь что я помню в 90-е годы в конце в конце 90-х начале нулевых я помню то место когда мне мой сосед с которым мы вместе дружим и болеем за Барселону говорит слушай там вот эта таблица была мы появились потому что ниже 10-го лет там была Барселона мы появились там где-то я помню такие времена а сегодня вот тот день выборов какого черта они назначили классику на день выборов классику Барселона вынесла Реал 4-0 в Мадриде поэтому еще раз говорю мне честно говоря очень нравился наш мне сегодняшний флаг Грузии нравился но мне очень нравился наш предыдущий флаг флаг грузинско-демократической республики и символика этого флага черное и белое да многие говорят темные времена прошлого светлое будущее а я считаю немножко по-другому я считаю что да бывают темные времена но за этими темными временами обязательно самое темное время суток бывает перед рассветом самое главное чтобы мы не теряли надежду чувства самое главное достоинство и требовали справедливости конечно же из этих из той лиги чемпионов все участвовали в Барселоне или премьера дивизион не выбивали как другие второстепенные команды съезжались всегда условно первой четверки первой пятерки да и если ты всегда в форме ты достигаешь времена эпохальные для Барселоны ну тоже допустим период Круифа да когда Круиф был руководителем или Райкарда и тем более Гвардиолы да Ван Галя тоже ну особенно особенно Гвардиол огромное тебе спасибо Иран за очень интересную беседу и я хочу поблагодарить всех наших друзей которые были сегодня с нами всего доброго спасибо держитесь товарищи выиграет